Чипсы, пожалуй, это один из самых любимых видов лёгкой закуски, ведь многие готовы их поглощать пачками, даже будучи сытыми, и привлекает как раз-таки большое количество жира, соли и вкусовых добавок. Чипсы – картофельные, кукурузные, очень разные они бывают, и по вкусу тоже. Они бывают солёные, со вкусом сыра, лука, креветок, они хрустящие, ароматные. И за многими чипсами таится столько наслаждения. Оказывается, у чипсов даже есть свой день рождения, и приходится он на 24 августа. Несмотря на то, что все давно знают про их вред, этот снег остаётся одним из самых популярных. И многие, даже если бы и очень хотели, не могут себя отучить от этих чипсов. Но чипсы, они такие разные, и делают их по разным технологиям. Как выяснили, самые вредные чипсы – это те, которые сделаны из картофельного крахмала. При этом практически чистый крахмал вскрепляется вот в эту видимую чипсину. Но туда добавляются ещё ароматизаторы, соль, усилитель вкуса – глюканат натрия. Ну а глюканат натрия, он, как правило, добавляется теперь уже практически везде. Ведь его способность – это и есть усиливать вкус растительного белка. Ну а выглядят чипсы из крахмала прямо-таки идеально. В сравнении с картофельными. Ведь картошку-то трудно нарезать. Такими ровными дольками. И состав-то, кстати, на упаковке может быть написан, но завуалированно. Ну, мол, изготовлено, к примеру, из картофельной муки. Крахмал, конечно, по себе – это углевод. И вроде как ничего плохого за ним не наблюдается. Но когда он подвергается термической обработке, тем более в виде муки, он становится простым, обычным, легко усваиваемым углеводом, почти как сахар. И он также быстро повысит уровень глюкозы в крови. Ну и со всеми вытекающими последствиями. Во-первых, на себя он потребует много инсулина. Затем инсулин все это быстро переработает в жир. А после довольно быстро наступит чувство голода. И снова захочется перекусить. Да все теми же чипсами. Ну и в конечном итоге это может привести к накоплению жира. А дальше и к возможному сахарному диабету. А также к повышению уровня холестерина, атеросклерозу. Надо учитывать, что в картофельных чипсах содержится большое количество соли. А это может приводить к развитию отеков. И также превышение соли способствует повышению артериального давления. Есть, конечно, чипсы, которые делают из настоящего картофеля. И на упаковке обычно пишут ломтики картофеля, обжаренные в масле. Но и в этом случае не стоит слишком радоваться. Ведь вредности картофельных-то чипсов заключается в технологии и времени обжарки. С одной стороны, картофель не такой уж и плохой продукт. Но он для чипсов обжаривается на растительном масле, у которого есть своя точка дымления. Проще говоря, выделяется канцероген, который приводит как минимум к раннему старению, а как максимум к раковым опухолям. Да и после каждой приготовленной порции чипсов сомнительно меняют ли масло. От этого и становится продукт вредным. Но есть в последнее время и новые технологии приготовления чипсов. В этом случае картофельные ломтики обжаривают очень быстро, ну чуть ли не более двух минут. Это такая щадящая технология. И считается, что это самые качественные чипсы. Но правда стоят они в разы дороже. Вероятно, что они менее вредные. Но все равно глюканат натрия в них тоже добавляют. И даже несмотря на то, что такие чипсы можно считать лучшими по качеству, но все равно это не диетический продукт. Потому что гликемический индекс картофеля будет чуть ниже, чем у чипсов из крахмала. Но, пожалуй, это единственные чипсы, которые хотя бы можно есть. Но в малых количествах, конечно. И есть их следует крайне редко. При условии, что в другое время человек питается правильно. Ну а гипертоникам, людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, надо вообще забыть о существовании чипсов. Для людей с подобными проблемами в этом продукте нет ничего хорошего и полезного. Но если хочется именно чипсов, то можно сделать дома домашние чипсы. Но при этом нужно делать щадящую обжарку и контролировать количество масла. Обжаренные ломтики нужно положить на кухонную бумагу, чтобы жир стек. И солить при этом чипсы надо совсем немного. Но есть и еще один вариант насладиться картошкой. Можно нарезать картофель относительно тонким слоем. И разложить его на противень и поместить в духовку. Там картофель подрумянится, подсохнет. Но канцерогенов в нем не будет. И при этом он не будет жариться в масле. Получится такой печеный хрустящий картофель. А вред-то при этом будет минимизирован. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА